Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Timber Champions. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. Дальше заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Splash. Дальше в поиске пишем Timber Champions, нажимаем поиск. И на данный момент пока что есть один скрипт, но на самом деле их есть два, но второй с ключ-системой. Я все-таки решил не добавлять с ключ-системой, потому что я посмотрел, сравнил их, они одинаковые. Только один с ключ-системой, один без ключ-системы. Я добавил без ключ-системы. Значит, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скают. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру. Открываем чит. В чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки. Выбираем DLL от кренел. И включаем функцию Fixed Kick Hero, чтобы вас не кикало. Далее нажимаем инжект. Напомню то, что кренел используется с ключ-системой. Так, ждем сейчас, когда заинжектимся. Все отлично. У меня получилось. Давайте я вам быстренько короткое видео прикреплю, как получать ключ. Вы его посмотрите и получите. Продолжение следует... Так, ну что, я думаю, у вас получилось его получить. Ну, то есть я про ключ. В принципе, я думаю, там сложного ничего не было. Дальше нажимаем кнопочку Exclude. И ждем, когда загрузится сам скрипт. Все, отлично. Он появился. Тут, в принципе, все функции есть, которые нужны. Значит, давайте начнем с самых первых. Это main функции. Выбираем арену, на которой вы можете фармиться. То есть сейчас, на данный момент, я могу фармиться только на начальной арене. То есть здесь я ставлю спавн. Далее. Level. Это, короче, как я понял, Level это уровень деревьев. То есть, смотрите, есть вот такие зеленые. Есть голубые. И, по-моему, еще какое-то прям большое было дерево. Но сейчас его здесь нет. Я ставлю All. То есть, чтобы скрипт ломал все деревья, которые есть на карте. И большие, и маленькие, и так далее. Значит, дальше. Включаем автоколлект орбс. И включаем автоатаку. И смотрим на мой счет. Как видите, очень быстро у меня прибавляются деньги. Ну, быстро они так прибавляются. За счет того, что у меня питомцы одеты. То есть, если я сейчас их сниму. Как видите, немножко дольше стало зарабатываться. Давайте их обратно оденем. Все. И, как видите, опять монеты полетели. Потому что урона намного больше стало. Также есть автооткрытие. Давайте чуть позже я сейчас его покажу. Буквально несколько минут. Может быть, секунд. Сейчас я хочу накопить на самый сильный топор. Стоит он, по-моему, 25 тысяч, если не ошибаюсь. Да. Буквально чуть-чуть осталось. Давайте сейчас накопим, купим. И посмотрим, насколько быстрее я стану зарабатывать монеты. По идее, в 5 раз быстрее. Потому что у этого дамаг 5. Он у меня сейчас есть. А у этого 25. Все, у меня хватает. Покупаем его. И смотрим, что будет происходить. Так, давайте я пока выключу. Заново включу. Ну, если я не ошибаюсь, вроде бы быстрее стало фармиться. Но не особо это заметно, так скажем. Но, по-моему, быстрее. Хотя нет, намного быстрее. Прямо очень заметно. И гемы очень быстро проваляются, как видите. Круто. Значит, теперь у меня будет хватать на яйцо. За 5 тысяч. Значит, заходим в pets. Здесь выбираем... Как это яйцо называется? Как я понимаю, названия у яиц нет. Ну, ладно. Я думаю, это powerful. Выбираем это яйцо. И включаем автохэтч. Эк. Да, это оно. Также, кстати, можно на расстояние отойти. И с большого расстояния эта функция все равно будет работать. То есть, автооткрытие. Смотрим, что за питомцем не выпали. Ну, в принципе, неплохие. Отлично. Давайте попробуем проверить тройное открытие. И, к сожалению, как видите, тройное открытие работать не хочет. Потому что нужен геймпасс. Также есть функция автокрафт. И автоэкьюбест. Насчет функции автоэкьюбест, я думаю, все-таки лучше используйте через саму игру. Под кнопочку. А автокрафт, в принципе, можете включить. Чтобы он у вас был. Далее, давайте включаем опять автооткрытие. И дождемся, пока у нас совместятся, ну, то есть, скрафтятся питомцы. Чтобы скрафтить, нужно 5 питомцев одинаковых. Мне буквально одного не хватает. Сейчас, если он выпадет, автоматически у меня скрафтится. Ждем буквально пару секунд. И, как видите, все скрафтилось. Отлично. Сейчас, если еще один синий выпадет, то еще скрафтится. Давайте подождем. Да. Далее, надеваем этих питомцев. Фарм, естественно, пошел еще у нас намного быстрее. И, в принципе, давайте пока отключим автооткрытие. И купим новую локацию. Быстренько посмотрим, на той локации автофарм работает или нет. Ну, по идее, должен работать. Конечно же, по логике вещей. Но, может быть, что-то не так пойдет. Буквально чуть-чуть осталось мне накопить. Ждем. Так, все отлично. У меня хватает. Покупаем эту локацию. Все, отлично. Она у меня купилась. Автоатак пока выключаем. Смотрим здесь, что есть на этой локации. Здесь новое яйцо получается. И новые топоры. Окей. Теперь выбираем, получается, арену дезерт. Либо же локацию. Так, здесь, кстати, апгрейды появились. О, это то, что нужно. Отлично. То есть, сейчас, если мы накопим гемму, мы можем какой-то апгрейд сделать. Отлично. И включаем функцию автоатак. Деревьев. Ну, автоатаку. Так, и... Фарм идет или нет? Пока не вижу. Скорее всего, здесь очень много жизней. У деревьев. Да. И они ломаются, естественно, намного дольше. Как видите, автофарм здесь тоже работает. Но из-за того, что очень много жизней у деревьев, мне начисляется довольно долго монеты. Потому что мне нужно их еще успеть, эти деревья, сломать. 150 тысяч. Следующий стоит. Но, в принципе, я думаю, смысла на него копить нет. Все функции показал. Все рассказал. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. Также не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok